Привет, друзья! Сколько может стоить человеческая жизнь? Миллион, тысяча, доллар, рубль? А может, жизнь стоит вовсе не денег, а чего-то другого? Молодая девушка Кейси рано вышла замуж за своего возлюбленного, когда еще училась в колледже. Вскоре у них родился ребенок, но молодая мама не стала бросать учебу. Благо, выпускной уже был не за горами. Свободного времени всегда катастрофически не хватало, но Кейси не жаловалась. В один прекрасный день между занятиями она решила перекусить в кафе неподалеку. Заказав себе еду, девушка увидела бездомного, который тоже зашел в заведение, чтобы поесть, с огромной горстью мелочи, которую он насобирал, прося милостыню. Но персонал не хотел обслуживать такого клиента, да и посетители все от него шарахались. Тогда Кейси решила его угостить и сама купила ему кофе и пончик. Цена – пара баксов. Мужчина поблагодарил ее, но Кейси не хотела его отпускать и стала расспрашивать о жизни, о том, как мужчина оказался в таком положении. Бродяга поначалу не хотел с ней общаться, но девушка была настойчива и располагала к себе. Тогда мужчина рассказал, что его зовут Крис, его мать умерла от рака, а отца он никогда не видел. Он долго принимал наркотики, из-за чего оказался на улице, и за это ему очень стыдно. Теперь он пел песни и просил милостыню. Большинство людей были с ним очень жестоки и унижали его. Кейси разговаривала с ним более двух часов. Она сказала, что не встречала таких честных людей, как Крис. Также к концу разговора Кейси заметила, что Крис что-то царапает на клочке бумаги, но спрашивать ничего не стало. И только когда они прощались, то бродяга протянул ей эту записку, где было написано. «Я хотел покончить с собой сегодня, но благодаря тебе я не стану этого делать. Спасибо тебе, прекрасный человек». Кейси была тронута до глубины души. Она не думала сегодня спасать кому-то жизнь. Так сколько стоит жизнь, друзья? Миллион, доллар, рубль? А может хватит и пары часов, чтобы кого-то сегодня спасти? Не забудьте поставить палец вверх, подписаться и нажать на колокольчик. Всего вам доброго, друзья!